Здравствуйте мои уважаемые зрители! На дворе у нас 24 марта и сегодня мой первый материал будет посвящен событию, которое должно состояться сегодня в Брюсселе, очередной саммит стран-членов НАТО, на котором естественно главной темой будут события на Украине и каким образом страны-члены НАТО должны на это реагировать. Причем ажиотажа к этому событию нагнетала та ситуация, которая сложилась в руководстве Польши. Они уже разработали план так называемой миротворческой миссии стран-членов НАТО на территории Украины. Причем в Киеве изначально эту идею восприняли на УРА. На протяжении нескольких дней украинские телевизионные каналы рассказывали о том, что вот-вот сейчас НАТО прийде порядок на ВД. Но уже вчера глава киевского МИДа Кулеба сказал, что он на этот саммит не поедет, потому что там не будет принято ни одного принципиального решения по Украине. Поговорят, поговорят и разойдутся. Почему он так решил? А что он мог сказать, когда за несколько часов до этого представитель Соединенных Штатов Америки сказал, что Соединенные Штаты Америки в этой миротворческой миссии участвовать не будут. Ну понятно, а если не будут участвовать Соединенные Штаты Америки, то никто из больших европейских стран, которые абсолютно не мечтают ввязаться в кровавую мясорубку с Российской Федерацией на территории Украины, этого точно не поддержит. Тем более, что вчера утром глава российского МИДа Сергей Лавров четко, ясно и однозначно еще раз повторил, любые войска, которые появятся на территории Украины будут атакованы. Их будут рассматривать как противника, который уже вступил в войну с Российской Федерацией. И это на самом деле мгновенно охладило пыл тех ястребов, которые сегодня рассказывают по Европе, что надо Россию додавить. И уже вчера мне сообщали мои уважаемые зрители по, например, французским каналам. Информационная лента начала несколько меняться. Французы, например, против того, что Киев пытается тянуть их в войну. Они готовы поддерживать Украину всеми возможными способами, но только материально. Войсками нет. Французские войска туда входить не будут. Ну и собственно именно по этой причине, потому что данный визит будет абсолютно бесполезен, Кулеба в Брюссель не поедет. Потому что там ничего принципиально нового для Украины принято не будет. Ну а поляки с поляками все понятно. Они откровенно, очевидно, готовятся на раздел Украины и готовятся забрать как можно больший кусок в свой состав. Но не сегодня они это будут делать, потому что сегодня пока это будет выглядеть как соагрессия, если перейти на терминологию европейских чиновников. А вот когда украинское государство будет рассыпаться, вот тогда наступит время Польши. То есть наступит время возвращения Восточных Кресов в родную гавань. Как об этом сегодня в Польше мечтают политики высокого ранга. В общем я от саммита НАТО абсолютно ничего не жду. Будет пустая говорильня ни о чем. Ну и максимум чего там могут быть приняты это усиление каких-нибудь оборонных программ в связи с тем, что теперь Российская Федерация якобы будет угрожать уже непосредственно странам НАТО. Вот это то, что я могу сказать по этому поводу. На этом пока у меня все. До свидания. Следующий выпуск будет посвящен обзору событий на фронте. До свидания.